друзья всем привет с вами никита дилы и мы продолжаем играть на карте свопа агро с сезонами и у нас кстати уже идет середина весны потому что пришлось промотать скажем так один месяц игровой пока у нас созреет силы с наших тюках которые мы зачуковали в прошлый раз и за эти дни которые проматывалась время в которой мы просто ждали мы вошли в гигантский минус на балансе у нас минус 104 тысячи и у нас 36 тысяч в день уходит чисто на кредит и это очень плохо обслуживание техники у нас берет немного кстати с модами сезонами а их правило немного в общем то берет плюс есть у нас арендованная техника это плубка который мы арендовали которым я вспомнил только во время монтажа видео о том что мы его арендовали его можно кстати и вернуть сразу она бга у нас есть 146 тюков я наверно 136 сказал прошлый раз 146 друзья и здесь вопрос поскольку они у нас стоят можно в принципе сейчас один закинуть и посмотреть тысяч 800 882 рубля кошмар это друзья очень мало и тюков нам следовательно понадобится очень много и поэтому косить эту лужайку это очень нерентабельно нам три игровых дня нужно ждать чтобы все это дело созрело чтобы травка заново выросла а выхолопа получается как бы и не очень много наш кредит все сжирает нахрен поэтому друзья сегодня увы мне этого делать очень не хотелось потому что это очень геморрой на но мы затюкуем вот эту вот гребаную взлетку надо будет взять в аренду какой-нибудь прицеп побольше потому что на покупку у нас денег не предвидится мы сейчас продадим все эти тюки но мы получим около 100 тысяч за них всего лишь и это очень мало поэтому друзья мы сейчас едем туда и начинаем косить эту гребаную взлетку ну и друзья у нас короче косяк у нас опять техника нуждается в обслуживании очень старая ее нужно срочно менять вот это мы себе конечно усложнили задачу этим хардкором в аренду трактор брать это стоп блин у нас очень большие проблемы с деньгами короче друзья мы сейчас тогда продаем все эти тюки смотрим сколько у нас денег нам надо продавать эти трактора нахрен и комбайн наверное мне кажется тоже имеет смысл продать хотя комбайном на один раз убрать поле в принципе можно будет его починить не знаю посмотрим когда будем убирать поле сейчас я не в состоянии короче об этом думать но трактора и от них надо избавляться и брать что-то другое потому что сейчас платить еще раз 46 тысяч я не могу просто физически чтобы начать тюковать поэтому сначала мы тогда тюкуем все это дело точнее продаем все эти тюки друзья на этом все мы вышли в плюс 24 650 рублей у нас есть теоретически мы можем сейчас продать два наших трактора получить за это еще какие-то копейки и тем самым арендовать трактора для покоса и тюковки и друзья раз уж у нас игра немножко обманывает меня насчет этой поддержанной техники она опять нуждается в тех обслуживании я попробую немножко обмануть игру сейчас мы отсюда запишем маршрут на курс play на перегон техники и попытаемся запустить по этому маршруту нашу технику я помню когда я убирал поля именно работал на полях и у нас заканчивался вот этот вот срок техника все равно продолжала ездить она глухла она сама завозилась и все с ней было замечательно и у меня в общем то есть такая идейка попробовать так записать даже если они долго будут ехать в магазин все равно там техника продается дороже нам сейчас в каждая копейка просто на вес золото поэтому друзья давайте запишем маршрут на перегон на этом зеле который у нас слава богу ездит и дальше попробуем в общем то не знаю просто попробуем так что погнали друзья вот здесь мы его прерываем сохраним просто 1 2 3 4 5 6 7 и так далее сбрасываем отгоняем зил и у нас открылись двери потому что какие-то кнопки за это все дело отвечают перемещаемся в наш трактор и попробуем мы поэтому самому маршруту его запустить на перегон техники авось работает даже вылезем из него из трактора ну и что ты поедешь ехай пожалуйста он не едет он не едет он просто даже на газ нажимаешь он не едет и сразу глохнет ладно этот способ не сработал у меня есть еще один который называется таубар жесткая сцепкой попробуем притарабанить этот трактор эти по оба трактора туда на жесткой сцепки даже арендуем просто эту хреновину и назили мы ее соответственно сейчас заберем и привезем на базу попробуем подцепить я не знаю но у меня уже просто знаете безнадёга такая появляется смыту хреновину просто поднимаем и вешаем на кузов точнее кладем вот так вот если ехать аккуратно то ее в принципе можно даже довести до базы так что соответственно друзья выходим из машины цепляем вот эту хреновину кладем ее просто на землю если мне память не изменяет я и миллион лет уже не пользовался мы должны цепануть вот так вот сейчас нам каким-то чудо образом надо подъехать к трактору и цепануть его и самое противное то что она не предназначена для этого зила я так понимаю она предназначена для трактора ладно мы попробуем пододвинуть ее поближе к трактору как-нибудь вот так вот и соответственно попробуем подцепиться x да мы по крайней мере все это дело подцепили и все это работает так себе через жопу но по крайней мере мы можем дотащить этот грёбаный трактор до магазина тогда друзья нам ничего не остается кроме как продать ее через меню потому что я я не хочу просто комбайн тогда мы тоже продаем нахрен он нам не сдался вот эту хреновину мы соответственно тоже возвращаем взяла тогда паркуем мы здесь точнее не взяла газона у нас есть 45 тысяч денег которые мы можем потратить на аренду техники для этого нам нужно взять что-либо что будет тянуть косилку и волковую жатку и будет тянуть тюковщик и тюковщика надо 140 лошадей для косилки для большой 160 короче надо брать что-то средненькое и что-то мощное вот такая вот вальтера у нас будет в аренду для тюковщика 10 тысяч стоит ее взять и вот такая вальтера соответственно у нас будет в аренду для покоса и волкования тоже его арендуем также мы за 3000 арендуем платформу сразу же потому что наступит ночь снимутся деньги мы опять идем в минус а нам надо чтобы у нас все работало чтобы у нас все было поэтому эту хреновину мы тоже арендуем сразу же и прицепу соответственно мы арендуем самый дешевый грузовик тягач который у нас есть на данный момент здесь это масс 504 за 1000 рублей 1408 рублей моего арендовала вот это все добро здесь и теперь соответственно надо ставить все это дело в работу начиная мы с вальтеры и так друзья мы находимся на нашей вот этой гигантской взлетки и сейчас как и в прошлый раз нам нужно записать контур этого всего дела поэтому давайте наверное мы с этого и начнем единственное что мне хочется это сделать чтобы это было более-менее ровно начать в общем-то внизу карты поэтому поехали туда и там начнем записывать маршрут вообще можно даже начать писать вот отсюда поэтому нажимаем кнопку запись маршрута и поехали ну что вот такие вот контуры поле у нас получились буквой зюм уберем прогноз погоды дабы лучше было видно единственное только генерировать маршрут мы уже будем действительно в нижней части именно вот отсюда принципе хорошее место ставим опять-таки 8 и 3 метра под размер косилки расположение старта бла-бла-бла все как обычно возврат на старт пускай будет нет потому что он потом через тюки обратно не проедет мы конечно же по максимуму поворотная полоса сглаживать на 17 полос у нас генерировался маршрут и выглядит он примерно вот так почти 11000 точек он сгенерировал это честно говоря на всю ночь работа поэтому друзья запускаем его со стартовой точки у нас сегодня работает в ночную смену пускай едет и косить мы же пока что телепортируемся в нашу вальтру цепляем к ней тюковщик который лежит на бга тянем на эту же лужайку и тоже поставим его в работу и вот отсюда начинается сложный тернистый путь нашей сина косилки и отсюда же мы ребята запустим вот этого синенького товарищ который все будет это дело тюковать вот этой красной хреновиной и вот это белая полиэтиленовая пленка не просто так здесь прицеплена потому что она будет обворачивать все это дело в эту самую беленькую пленку и потом вся эта травка будет перегнивать и будет сила с которой мы будем с вами друзья продавать и теоретически здесь должно получиться довольно таки дохрена тюков и работать он будет довольно таки дохрена и друзья у нас по прогнозу впереди дождь а дождь кстати будет уничтожать вот эту траву которая здесь лежит поэтому я приостановил время дабы она вся не исчезла нахрен так что работа у нас сегодня просто идет в ночь загружаем мы этому товарищу маршрут нашего the series и со стартовой точки мы его запускаем вроде как он должен даже ее подхватить сразу но он этого не сделал поэтому мы без проблем выставим его вручную запускаем по маршруту пока что посмотрим сколько этому товарищу работать ему поработать еще впереди 7 часов на самом деле он просто не тянет это все дело и возможно тюковщик его даже немножко догонит любом случае проблем это не должно возникнуть у нас с этим делом пускай работает с таким расходом топлива ему хватит часов на 10 поэтому все должно быть хорошо этот товарищ обещает работать еще дольше и да это все ужасно на самом деле хотя местами пишет и 4 часа мне кажется он просто догонит этого самого косилку и все было помощнее трактор брать сюда я знал что может не хватить мощей и увы мы не можем его проапгрейдить поставить ему более мощный движок ну да хрен с ним ребята кто-то скажет что я вообще не нормально и таким занимаюсь но ребята все для контента хардкор он и в африке хардкор в любом случае сейчас у меня на часах 22 51 по моему да у меня просто немножко загорожены часы я друзья оставляю все это дело работать на ночь и увы а впереди у меня на три дня небольшой отпуск от всего этого дела я завтра еще на работе успею смонтировать этот ролик и в понедельник он тогда выйдет увы он получится короткий потому что то ли так то ли до среды до четверга нужно ждать пока запишется что либо потому что не стримов ничего физически у меня не получится сделать поэтому я считаю что лучше будет хотя бы что-то минимальное чем ничего поэтому друзья в следующей серии мы отвезем продадим все эти тюки я очень надеюсь что мы немножечко разбогатеем сможем рассчитаться с кредитом цель у нас по крайней мере на первое время именно такая понятно что у нас в концу лета мы сможем собрать поле засеянное льном его кстати надо будет еще раз удобрить чем мы тоже займемся в следующей серии оттуда уже может получиться какой-то минимальный выхлоп так что ребята ситуация у нас финансово сложная ничего с этим не поделать сами выбрали себе такую задницу я боюсь представить что было бы если бы мы начали играть на максимальном уровне сложности может быть я сделал немножко неправильно что взял кредит и затюковал тюки купил биогаз может быть стоило распахать вот это все дело и арендной техникой потом просто собрать урожай мне кажется выхлопа было бы немножко больше обошлись бы без кредитов но уже получилось так как получилось начинать заново я не планирую будем из этой задницы в которую по сути дела сами себя загнали выбираться будет сложно но мы справимся где наша не пропадала в общем-то ребята на этом я с вами прощаюсь поддержите серию лосиком потому что вот этот пацанчик еще семь с половиной часов будет мне до утра тут короче все это дело косить то этот товарищ будет за ним вслед все тюковать возможно даже и он и не успеет это все сделать пишите свои комментарии что вы думаете по поводу этой задницы и ваше предложение как из него выбираться если есть какие-то действительно хорошие предложения с удовольствием вы их выслушаю рассказывать о канале друзьям подписан на канал если вы еще этого не сделали с вами был никита дилей всем всего доброго пока пока